Запрет нарушили и это не осталось незамеченным. Сотрудники Роспотребнадзора вместе с полицейскими провели рейд по развлекательным заведениям Ульяновска. Напомню, в связи с напряженной пит-обстановкой кафе, рестораны и клубы должны закрываться в 22.00. Это прописано в указе губернатора. Ревизоры отправились на молочный переулок и не ошиблись, среди плотно расположенных баров нашелся один нарушитель. В центре паровых коктейлей «Золотой жук» кипела жизнь после девяти вечера. Во время нашего визита в зале было около 20 посетителей, все с чаем и кальянами. Сотрудники полиции разделились. Одни беседовали с администратором, другие с гостями. Посетители, в свою очередь, представлялись друзьями администратора. Дружеская эта вечеринка или же коммерческие посиделки, все же нахождение в кафе после указанного в распоряжении времени запрещено. Депутат Гордумы Сергей Гулькин заметил много оплошностей в оформлении заведения. Также депутат нашел емкости с табаком для кальянов. Возникли вопросы по акцизам. Администратор утверждал, что банка вскрыта, поэтому и наклейки соответствующей нет. Гулькин, в свою очередь, не поверил. Это нарушение. Покажите сверху стеклянные банки. Покажите ее. Покажите, покажите. Покажите, покажите, пожалуйста, ее. Покажите. Дайте нам ее обозрить. Покажите своими руками. Сюда, на камеру покажите. На ней отсутствует. Почему? Потому что по факту у нас в большинстве кальянах используется безакцизный контрафактный табак. Правильно это табак или нет, еще предстоит выяснить. Но наша съемочная группа вместе с проверяющими отправилась дальше. В бургерную лавку под названием «Парень уехал». Владельцы заведения оказались добросовестными. Нет, закрыто. На центральных улицах больше не нашлось открытых кафе. Рейды будут продолжаться выборочно во всех районах Ульяновска. Виктория Черкова, Владимир Куликов. Новости Улправды ТВ.